Вы смотрите отзыв об отеле Белла Виста, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Апас, который был в нем в 2016 году. Отзыв был написан после отпуска в 2016 году, поэтому некоторые моменты могут отличаться от реальных. Но, возможно, кому-то будет полезна данная информация. В 2016 году до самого последнего момента не было понятно насчет времени отпуска и вот, буквально в среду, 22.0616, становится известно, что отпуск согласован и остается только определиться с местом его проведения. Вариант с нашим югом отпал сразу, так как билеты на самолет дешевые уже не купить, а на машине ехать не имеет смысла из-за краткосрочности отпуска и огромных пробок вследствие ремонта дорог. Азия тоже не вариант, а климатизация в отпуске длиной в одну неделю проходит нелегко. Шенгена у нас не было, поэтому осталось три варианта, Израиль, Кипр и Черногория. Первый вариант отпал из-за высокой стоимости и нестабильности в регионе. Из оставшихся двух выбрали Черногорию как более зеленую страну и, я думаю, более дешевую. Забегая вперед, могу сказать, что с выбором не ошиблись. Итак, через интернет был куплен горящий тур в Левел. Тревел с вылетом в субботу, 25.0616. Туроператор Библио Глобус, Ак Россия. Стоимость тура составила 64 500 рублей. На семь ночей только завтраки. Теперь по порядку. Туроператор Турагентства. Ранее никогда не приобретали тур через интернет, поэтому в первый раз отнеслись к этому с некоторой осторожностью. Почитал отзывы и решился купить тур на семь ночей в Бичичи с вылетом 25.0616 из Внукова. Ак Россия, туроператор Библио Глобус, отель Белла Виста, 4 звезды. Стоимость 64 500 рублей. На двоих только завтраки, стандартный номер. Путевка покупалась в четверг утром, а уже вечером стоимость упала еще на 3000 рублей. Но так как тур был подтвержден отелем, сэкономить не получилось. Хотя стоит отметить, что абсолютно идентичный по всем параметрам тур в обычном турагентстве мне предложили на 11 000 рублей. Дороже. Все документы были присланы на почту в пятницу. Вылет был ранний, в 725, рейс ВВ 5725. Накануне попробовал зарегистрироваться на рейс, но, как оказалось, такая услуга не предоставляется. Причем на сайте, к России указан телефон аэрофлота, но операторы просят перезвонить по другому номеру, так как у них нет информации. Другой номер, как оказалось, это Библио Глобус, трубку в 22 часа, естественно, никто не взял. Ну да ладно. Внуково довольно большой аэропорт, но почти пустой. В наше время вылетало всего несколько рейсов. Зато спокойно нет шума и толп народа. После того, как нас высадили из автобуса на взлетной полосе, перед нами предстал Боинг 737-800, который был окрашен в цвета от Каренбургской авиалинии. Потом уже узнал, что их самолеты переданы России. Сам самолет нормальный, возраст 14 лет. Места достались хорошие, на 15 ряду около аварийного выхода. Обратно, кстати, тоже повезло, дали 16 ряд. Перелет прошел нормально, единственное, посадка была немного рисковатой. Но это мелочи. Полет занял примерно 2 часа 50 минут. Обратный вылет был в субботу, 020716. В 10 часов 30 минут. Аэропорт в Подгорице небольшой, на Рога немного есть дьюти-фри. В отеле на следующий день после прилета была встреча с гидом. Сначала рассказал про страну и некоторые нюансы, а затем, конечно же, начал предлагать экскурсии. На мой ответ, что нужно время, чтобы подумать, стандартно сказал, что не знает, когда в следующий раз приедет в отель. А по телефону заказать будет проблематично и все в этом духе. В общем, обиделся на то, что не взял экскурсии. Равно. Отель. Расположение отеля понравилось, около 200-300 метров до моря. Отель довольно новый, состоит из двух строений, в одном, видимо, апартаменты, в другом обычные номера. Единственное, вдоль отеля проходит дорога. Но так как у нас был номер на четыре этажа, 34 по-моему, и с видом на горы, то шума слышно не было. Да и в номерах с видом на море вряд ли шум будет особо слышен ночью, так как окна можно закрыть. Номер двухкомнатный, есть телевизор, сейф, кондиционер, фен, в общем, все самое необходимое. Но у нас был один очень большой минус, кондиционер был направлен прямо на кровать, вследствие чего включать его на ночь без определенных манипуляций по изменению потока воздуха было невозможно. Не понимаю, как так можно было спроектировать. Отношения персонала приветливая, доброжелательная, уборка номера каждый день. На ресепшн некоторые говорят по-русски, английский знают все. Прямо около отеля располагается автобусная остановка. На автобусе можно доехать до Будры за 7 минут. Стоимость билета 1 евро. Городок Бичичи тянется вдоль линии моря, он не такой большой и шумный, хотя и здесь можно найти себе развлечение. Это именно курорт. А Будва более официальная, пляж мне понравился меньше, да и народу больше, правда выбор для покупок гораздо более разнообразен. Бичичи, Будва. Слева Бичичи, справа Будва. Пляж. В этом году у Балла Висты появился свой собственный пляж. Причем очень хороший, на нем примерно 110-120 зонтиков, но заполнен он был максимум наполовину. Шезлонги новые, итальянские, из сетки. Стоимость вторых шезлонгов и зонтика на целый день для гостей отеля составляет 8 евро, для обычных людей 10 евро. С 010716 цена для всех выросла на 2 евро. На пляже есть душ, кабинки для переодевания, туалет, детская площадка, проложены пластиковые дорожки к морю. В общем комфортно. Пляж мелкая галька в перемешку с крупным песком. Вход в воду по гальке через метров 5 уже глубоко. Пляжные полотенца можно взять на пляже, 1 евро за одну штуку, либо купить в палатках около пляжа за 5-8 евро. Там же в палатках продаются и сувениры, и шлепанцы, и купальники, и матрасы и тому подобное, но стоимость на некоторые товары, например, на шлепанцы, неадекватная. За 15-25 евро продают полное баракло, а что-то нормальное можно купить не менее чем за 30-40 евро. В Будве, кстати, почти так же. Матрас для купания с чашками купили за 8 евро, в принципе нормально. В один из дней решили поехать на известный пляж, по местному плаже, Яс. Для этого нужно доехать до Будва на автобусе или такси. Остановка прямо около отеля, а на конечной станции пересесть на другой автобус до пляжа Яс. За 20-30 минут с пересадкой можно доехать. Пляж широкий и длинный, крупный песок. Место красивое, особенно на закате. Стоимость лежаков дороже, чем в Бичичи. Последние ряды лежаков стоят 10 евро, около моря дороже. Сами лежаки пластиковые, не такие новые, как на домашнем пляже. Вдоль пляжа расположены различные кафе. Цены в них практически не отличаются от цен в Бичичи и других местах. Единственное, если ехать пешком, советую обратить внимание на расписание автобусов от пляжа обратно в Будву, так как они ходят с довольно большим интервалом и ограничены по времени. Питание. Перед тем, как отправиться в поездку, почитал некоторые отзывы про питание. В большинстве из них хвалили ресторан Атлантик, который располагался как раз под окнами нашего номера. Поэтому как основное место питания был выбран именно он. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин